Мне 32 года. Обычно молодые люди в таком возрасте уже женаты. Я не исключение. Ту, которая сделала меня счастливым, согласившись выйти за меня замуж, зовут Алла. В браке мы уже 10 лет с небольшим хвостиком. У нас два мальчика, Владислав и Назад. Сразу оговорюсь. Я думаю, кто из вас хорошо разбирается в языке русском, понимает, что для меня он не совсем родной. Я бы сказал родной, но не совсем. Дело в том, что я из западной Украины, из той территории нашей прекрасной страны, где русский забыли, а украинский еще не выучили. Поэтому извините, если вдруг где-то будет пробиваться либо очень украинский акцент, либо какое-то, ну, очень украинское слово. Я служитель церкви, евангельских христиан-баптистов, но так было не всегда. Родился в обычной украинской семье, где о Боге вспоминали дважды в год на Рождество и на Пасху. Даже не о Боге, друзья мои, а о том, что какое-то отношение имело к Богу. Но в 14 лет я влюбился по уши, без ума, такое бывает с парнями, когда им 14. Мне хронически не везло, взаимности никакой. Если бы в то время проводили конкурс на самого несчастного человека, я думаю, что в номинации «Убитый горем» я занял бы первое место. Именно в 14 лет я подумал, если есть кто-то, кто может мне помочь, наверное, это Бог. Именно в этот момент мои полу-атеистические взгляды зашатались. Я помню, как встал на колени перед окном, поднял свой взгляд к небесам и начал молиться. Хитро, по-одесски. «Бог, если ты есть, сделай, пожалуйста, так, чтобы она меня полюбила». В чем хитрость? Объясняю. Почему-то мне полу-атеисту в то время казалось, что Бог будет очень заинтересован доказать мне свое существование. А значит, Он мне даст то, о чем я так страстно Его прошу. Признаюсь вам, чем больше я молился, тем меньше внимания обращала она на меня. В то время уже начали появляться первые публикации об НЛО. Я подумал, возможно, Бог очень занят, или Он вспомнил мое атеистическое прошлое. Наверное, я не достоин быть услышанным, поэтому начал даже молиться к инопланетянам. Не помогло, к счастью. Я решил оставить свой провинциальный городишко в Ровенской области под названием Острок. Несмотря на то, что мечтал о юридической карьере, решил поступать в Ровенское медицинское училище. За компанию, как говорят. Поступил. Начались поиски любви и смысла жизни. На третьем курсе у меня обострилась очень распространенная форма тяжелой болезни под названием хондра. Это когда все вокруг серого цвета. Ты утром просыпаешься, смотришь в небо, оно серое. Серое солнце, серые цветы, люди серые. Жизнь не имеет никакого смысла. Именно в таком состоянии, прогуливая очередной раз пару по предмету терапия, я решил отсидеться в библиотеке в читальном зале. Вот как интеллигент нас очковали когда-то. К моему удивлению, я увидел, что наряду с медицинской литературой стоит небольшой шкафчик. Явно с не медицинской литературой. Я это понял, потому что там на самом видном месте была книга. Черна политурка. На российской мове золотавыми буквами написано. Новый завет и псалтырь. Мне было страшно взять эту книгу в руки, поэтому я начал читать книгу «Истинный христианин». Позже начал посещать группу изучения Библии. В возрасте 18 лет я покаялся. Покаялся. Это обратился к Богу в молитве, осознав, что я грешен. Признав, что я бессилен сам изменить себя. К тому времени я уже уверовал в то, что Иисус, реальная личность, Он умер за меня. И уже 14 лет я верующий человек и этим счастлив. Я как-то слышал историю об одном удивительном, я бы даже сказал, странном ограблении. Это даже не ограбление совсем было. Представьте себе. В очень модный супермаркет ночью проникла группа профессиональных воров. Им удалось это сделать совсем незамеченными. Они каким-то хитроумным образом обошли всю систему сигнализации. Но они ничего не вынесли из того очень шикарного и респектабельного магазина. Знаете, что сделали они? Они поменяли ценники на товарах. Велосипед продавался по цене футбольного мяча. Дорогой музыкальный центр продавался по цене велосипеда. Я думаю, что следующим утром они были одними из первых, кто стоял в очереди, чтобы что-то купить. Вы не поверите, но два часа работал этот магазин, пока работники его поняли, что случилось. Кто-то из вас подумал, где же я был в тот день? На самом деле, многим повезло подумать только купить хороший, дорогой, качественный велосипед по цене какого-то несчастного китайского футбольного мяча. Но были и те люди, которым тогда не повезло. В тот день, в тот день они, покупая кое-какие товары, особо не обратили внимания на цену и переплатили, значительно переплатили. Друзья мои, если вам 20 лет, послушай, друг мой, если тебе 20 лет, ты прожил уже более 10 миллионов минут. Кто-то сказал когда-то, что время – это деньги. В таком случае, если тебе уже 20 и больше, ты точно миллионер, как минимум, имея в виду, что прожил более 10 миллионов минут. Если вы проживете 60 или 70 лет, вы уже посчитали, Бог подарит вам около 40 миллионов минут, друзья мои. Время – деньги – это колоссальное богатство. Вопрос, если мне 17, 18 или 20, куда вложить то, что называется жизнь, чтобы не разменять ее на что-то, что абсолютно не имеет никакой цены в глазах вечности? В чем же смысл жизни? С трудом всматриваясь в глаза некоторых из вас, я читаю немой вопрос – а какая разница, Станислав? Ты начинаешь философствовать о том, о чем философствует на протяжении нескольких веков безрезультатно. Какой смысл жизни? Но послушайте, друзья мои, я понимаю скепсис некоторых из вас. Разве вы станете богаче, здоровее, успешнее, найдя ответ на этот сложный вопрос? Но сейчас я хочу убедить вас, что это очень важный вопрос. И убеждаю вас, вы выйдете сегодня из этого места, зная ответ на этот невероятно трудный вопрос. Итак, представьте себе на секунду, что Александр Самрук, который сегодня вел эту программу, он на самом деле не педагог, а часовой мастер. Представьте себе на мгновение, что целых пять лет он трудился над тем, чтобы создать первый в мире годынник. Первые в мире часы. Ну представьте, я прошу вас, вот то, что я держу в руках, на самом деле, видно там в камере? Видно. На самом деле еще никто никогда не видел. Итак, поскольку я один из его друзей, окончив работу над тем, что он назвал этим странным для меня незнакомым словом часы, он решил эту штуковину подарить мне. Пережив невероятную эйфорию от этого подарка, я не спросил его, что это за штуковина и для чего она. Но когда я пробежал, прибежал домой, и мои эмоции утихли, наконец-то я начал задаваться вопросом. Ну хорошо, Станислав, что же это за штуковина и для чего она? Первое, что пришло мне на ум, я думаю, это украшение, действительно, мужское украшение. Как я сразу не догадался. О, друзья мои, если бы я этот ремешок и затянул, это было бы последнее украшение в моей жизни. Нет, это не украшение, подумал я. А-а-а, как я сразу не догадался. Наверное, Александр придумал эту штуковину, чтобы каждый раз, когда мне приходится забивать сапожные гвозди, ремонтируя обувь по дому, по дому или в доме, я брал эту штуковину в руку и, очень удобно, должен вам сказать, с тех пор каждый раз, когда нужно было забить очередной сапожный гвоздик, я брал вот эту вещь, которую он называл часы, и забивал гвозди. Простой вопрос. Как вы думаете, долго ли просуществовали бы эти часы? Конечно же нет. До первого нормального гвоздя. Мне надо было остановиться, вернуться к Александру и задать ему простой вопрос. Самру, Сашко, дружи ми, я дякую тебе за цей. Годыны. Объясни мне, что это за вещи, для чего и зачем, тогда бы он мне сказал, это просто. Станислав, это просто, это часы, это прибор, который помогает отсчитывать секунды, минуты, годыны. Его носят здесь, и ты, Станислав, обязательно должен иногда внимательно посматривать в него, чтобы не затягивать свои проповеди. Спасибо, Александр, сказал бы я. Друзья мои, если жизнь сравнить с часами, каждый из вас найдет ответ на вопрос, для чего она вам дана. Но если вы найдете неправильный ответ на этот очень важный вопрос, вы рискуете своей жизнью просто прозабивать какие-то условные гвозди. Вторая иллюстрация. Наверняка те, которые сидят ближе, ну и те, которые смотрят внимательно на экран, уже угадали, что я держу в руках. Итак, что это? Громче? Футляр. Это еще не очки, а вот они здесь. Футляр и очки. Вопрос детский. Скажите, пожалуйста, что ценнее, футляр или очки? Спасибо. Даже если он дороже гривен на 20, но по функциональной ценности, конечно же, очки, они ценнее, особенно если надо что-то срочно прочитать или написать, очки ценнее. Библия говорит, что каждый из нас имеет тело и имеет душу. Друзья мои, сейчас, когда вы внимательно смотрите на меня или не совсем внимательно, на самом деле вы видите даже не мою душу, но мой футляр, 172 сантиметра роста, 75 килограммов, не знаю, где они умещаются во мне. Души моей, сейчас в этом мгновении, никто из вас не видит. Но как случается? Как только мы родились, мама и папа думают, как бы сделать так, чтобы нашему футлярчику было сытненько, уютненько, комфортненько, чтобы кто-то из сусидев не чихнул гриппом чью иншую заразую, чтобы вовремя поменять памперсы, подгузники и так далее. Мы растем. Времени думать о душе особенно нету. Мы подрастаем, самое время готовиться к школе, опять мама и папа думают, как одеть своего ребенка. Форма, обувь, все остальное. Времени думать о душе нет. Мы становимся старшеклассниками. О, тогда у папы и у мамы начинаются серьезные проблемы. И неудивительно, потому что молодые девушки хотят, чтобы их футлярчик выглядел так, чтобы когда они проходят коридорами своей школы, как минимум 20 парней смотрели в свет и говорили, глянь, я как и шла. Неудивительно, но и парни занимаются бодибилдингом, качают бицепс, пока он не станет, как трехлитровая банка, только для того, чтобы когда он будет проходить коридорами своей школы, как минимум 20 девушек сказали, глянь, я полон, ты шел. Времени думать о душе у нас, молодых, нет. Мы заканчиваем школу, мама и папа думают, как устроить свое дитё. Ну, желательно, высшее учебное заведение. Вопрос для чего? Для того, чтобы получить хорошее образование. Вопрос для чего? Для того, чтобы получить хорошую профессию. Вопрос для чего? Для того, чтобы получить хорошую работу. Вопрос для чего? Чтобы зарабатывать хорошо. Ну, для чего? Ну, как для чего? Для того, чтобы вот этот футлярчик посылытый в скромный коттеджик с унитазом за 5000 долларов. Для того, чтобы этот футлярчик, ну, минимум раз в год свозить где-то, ну, хотя бы в Турцию, засмагнутый на солнце. Для того, чтобы этот футлярчик посадить в суперсовременное авто, кожаный салон, титановые диски и остальной фарш. Времени думать о душе нет. Наступает момент, мы женимся, выходим замуж, у нас рождаются дети, и все тоже только наоборот повторяется в нашей жизни. И даже когда мы становимся дедушкой и бабушкой, мы копим из пенсии, чтобы нашим внучатам собрать хоть что-то для их футлярчика. Времени думать о душе, как правило, нет. Потом наступает мгновение, которое обычно вы не планируете. Сердце сделает последний удар, зрачки расширятся. Тело через несколько часов покроется неприятными трупными пятнами. Наш футлярчик положит в еще один футлярчик. Проведут последнюю дорогу горсть земли с пожеланием, чтобы она была пухом. Но что же с нашей душой? С тем, что мы носим в этом бренном теле, что на самом деле в глазах неба, Бога, вечности, самые ценные. Что же с ней? Однажды Иисус Христос рассказал историю об очень успешном и респектабельном бизнесмене. Представьте себе, за один год своего бизнеса он сумел сколотить настолько хорошее имение, что если бы даже потом дела его пошли намного хуже, то, что он заработал за один год, было достаточно для хорошего, сытого, заможного життя на многие годы. С человеческой точки зрения этот был человек очень успешный, умный, потому что надо иметь клепку в голове, чтобы зарублять такие гроши. Вот что сказал он себе. Формула жизни этого человека была очень популярна в сегодняшнее время. Живем один раз, поэтому надо сделать максимум удовольствия себе, взять от жизни все, что только можно взять, а для этого нужны деньги. Евангелие от Луки, глава 12. И сказал этот богач, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю больше и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись. Если бы он жил в наше время, я думаю, его фирма была бы очень успешна в Одессе. В Одессе, извините. Я думаю, что он вошел бы в список 100 самых влиятельных людей Украины, и его фотография была бы в журнале «Корреспондент», о нем бы мы прочитали что-то. Наверняка об этом человеке мы знали бы, если бы он жил в наше время и был нашим современником. С человеческой точки зрения это умный, многообещающий молодой человек. Но вдруг Бог смотрит на этого человека, обращаясь к нему, он говорит следующее. Но Бог сказал ему, «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Вдруг в его жизни случилось что-то, чего он совсем не планировал. Если у него был деловой дневник, наверняка там было записано все, по секундам было расписано его время, ведь время это деньги. Но в своем дневнике он точно не отметил день, час, минуту и секунду своей смерти. Но если бы он имел возможность посмотреть в деловой дневник, который у Бога на его жизнь, ой, если бы он смог увидеть, наверняка он увидел бы день, особенным образом выделенный день его смерти. Если бы он знал, в глазах Бога этот человек был безумный, это неприятное выражение, извините, но это правда. Так в чем же смысл жизни? У меня есть друг, его зовут Володя. Ему не повезло, друзья мои, он вырос, он родился и вырос в ужасной семье, где мама и папа, кроме водки в жизни, не знали ничего. Его воспитанием практически никто не занимался. Когда он ушел в армию, примерно через год после того, как начал служить, он получил телеграмму, в которой говорилось, что мама скоропостижно умерла. Она очередной раз зашла в кулинарию, такие кафешки были, как и в советские времена. Очередной раз выпила, сделав сотню, две метров, упала и умерла. Когда этот паренек вернулся из армии, его ждал или не совсем не ждал отец, невысокого роста, худощавый мужчина, алкоголик которого знал каждый в нашем городе. Этот парень, которому 20 лет вернулся домой, как жить, Господи, как жить? Все его наследство состояло из трети дома, там были две маленькие комнаты и кухня, которая была и коридором, и больше сотни пустых стаканов. Этот парень встал перед выбором, куда идти, как жить, в чем смысл? Случилось чудо, как-то он встретил своего бывшего собутыльника, который к тому времени стал христианином, и жизнь его сильно изменилась. Не только жизнь, но даже внешний вид, если раньше он одевался, перехожу на украинскую мову. Когда он покаялся, его внешний вид сильно изменился. Неудивительно, что Вова, когда увидел его на улице, даже не узнал, возможно, в первое мгновение. Но потом, когда задал вопрос, что случилось, тот поведал. И Иисус изменил мою жизнь. Я покаялся, я молился о том, чтобы Бог дал мне свободу от алкоголя, и это случилось. Володя начал посещать молодежный христианский клуб и раскаялся. Прошло определенное время, и вдруг он получает повестку в военкомат. Но как такое может быть? Он служил в армии. Но если есть здесь кто-то, кто еще помнит советские времена, наверняка вы помните, что было такое понятие, как партизаны. Мужская половина, я думаю, помнит. Это говорит о том, что в те времена, на два месяца, несмотря на то, что ты уже отслужил, тебя опять могли взять в армию. С ним это случилось. Мы молились, Господь, но зачем ему это? И все-таки, несмотря на наши мольбы, Господь сделал так, что Володя попал в Тернопольскую область. Два месяца армии. Опять армия. Там он познакомился с парнишкой. Ему оставалось полгода к завершению службы. Вова рассказал историю своей жизни. Парень был удивлен и сказал, Вовка, я верю, что Бог есть. Я даже вижу из твоих слов, как он изменил твою жизнь. Ну, понимаешь, Вовка, я хочу жениться, а свадьбы без водки я не представляю. Вова отслужил два месяца, вернулся домой. Примерно через четыре месяца после этого он пришел на молодежное общение, без настроения, в глазах почти что слезы, а в руках районная газета. Мы прочитали, в лесу села Берхо был найден труп молодого человека. Суд метаэкспертизы установило, что смерть наступила от асфиксии рвотными массами. Другими словами, этот парень напился так, что, потеряв сознание, у него была рвота, он своими рвотными массами удушился. В конце была фамилия и имя. Самое неприятное в этой истории было то, что это было фамилия и имя того парня, который несколько месяцев назад Володе говорил, Вовка, я верю, что Бог есть, я вижу, как он изменил твою жизнь, но ты понимаешь, я хочу жениться, а свадьбу без водки я не представляю. Думал ли тогда тот паренек, что сам Бог взял Володю за несколько сот километров туда, в Тернопольские леса, чтобы сказать ему, пареньку, которому еще не было двадцати, что у него, кроме его тела, есть еще и вечная бессмертная душа? Так в чем же смысл жизни? Представьте себе на мгновение, что сейчас каждому из нас, тем, кто здесь и тем, кто там, ровно двадцать лет. Пожалуйста, ну представьте, вам двадцать и не больше. Сейчас я предлагаю вам вернуться в прошлое на двадцать лет и три месяца. Вы поняли, о чем я? Нас нет. Нет, мы есть, но нас нет. Ну как же, мы есть, но нас же нет. Мы есть, но мы под сердцем нашей мамы. Давайте представим себе, что, перебывая, дайте мне русское слово, находясь, спасибо, находясь в такой интересной, не совсем приятной позе, калачком согнувшись головой к низу, вдруг мы в полном сознании начинаем размышлять о жизни и говорим себе, вот жизнь, бери от нее все, что только можно, это как хорошо. На улице минус двадцать, а здесь стабильная температура. За газ платить не надо, за свет платить не надо, в магазин ходить не надо, и даже, извините, туалет на месте. Вот она, жизнь, это! Вы улыбаетесь, и это закономерно. Потому что сейчас мы понимаем, что на самом деле этот термин, срок, точнее говоря, девять месяцев, обычно девять месяцев, дан этому младенцу для того, чтобы он, слушайте ключевое слово, приготовился, приготовился к дню, который не от него зависит, когда он оставит этот маленький мир и войдет в мир, который намного больше, намного прекраснее. И главное, что он должен сделать в этот срок под названием беременность, девять месяцев, это ключевое слово, приготовиться. Я слышал историю о двух близнецах. Им было восемь месяцев, они еще не родились. Один из них был философского склада ума, и к своему брату он обратился следующими размышлениями. «Брат мой, неужели ты веришь в жизнь после родов? Не знаю, оттуда еще никто не возвращался». Наивный ребенок, этот срок девять месяцев, ты просто должен приготовиться, потому что настанет день, который не от тебя зависит, и ты войдешь в мир намного больше, друзья мои. В чем смысл жизни этого срока под названием земная жизнь? Восемьдесят, семьдесят, шестьдесят, сорок или тридцать, или восемнадцать лет, как у одного моего знакомого в детстве он болел ангиной, это дало осложнение на сердце. Ему было восемнадцать, когда он был у себя дома, сидел на диване, он нагнулся, чтобы одеть носок, и его сердце остановилось. Восемнадцать лет. Господи, в чем смысл этого срока под названием земная жизнь? В чем смысл? Ключевое слово. Приготовиться. Приготовиться ко дню, который обычно не от вас зависит, когда мы через порог смерти войдем в мир, который намного больше, чем наш земной мир. Мир, о котором Библия говорит однозначно. Одна из самых прекрасных проповедей сказана апостолом Павлом. Послушайте, если бы даже вдруг случилось, и большинство Библии мы потеряли, и если бы вдруг к нам дошла только эта одна проповедь Павла, ее было бы достаточно, чтобы понять, в чем смысл жизни. Не верите? Послушайте внимательно. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. Он от одной крови, то есть от Адама, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Но зачем Господь? Зачем, слушайте? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. В Варшаве, на одном из главных католических храмов, есть огромная надпись, которая гласит следующее, «Жизнь дана, чтобы искать Бога!» Только аминь можно сказать на эти слова. Друзья мои, возможно, кому-то из вас посчастливится, вы закончите прекрасное учебное заведение, у вас будет блестящая политическая карьера, возможно, когда-то вы станете президентом нашей страны, возможно, нобелевским лауреатом, вам удастся посадить дерево, построить дом и создать семью. Но, друзья мои, если достигну всего, о чем можно только мечтать, вы не приготовились к тому дню, который не от вас зависит, когда через пору смерти вы войдете в мир, который намного больше, чем наш земной, в мир, где Бог, если вы, достигнув всего, о чем можно только мечтать, здесь не нашли Бога, знайте, что своей жизнью вы прозабевали условные гвозди. мы здесь, потому что Он позволил нам родиться, потому что Он создал нас. Но почему мы Его должны искать? Почему Бог играет с нами в прятки? Не играет! Мы были созданы для общения с Ним, но в Адаме и Еве все человечество избрало другой путь. мы решили быть пусть маленькими, но богами, и самим решать, что хорошо, что плохо. Мы решили жить, как нам хочется, самим определять, что есть добро, а что есть зло. Мы стали маленькими, но богами. Человек, это звучит гордо. Именно через грех мы потеряли общение с нашим Творцом, после этого в душе каждого из нас появилась пустота невероятной глубины. Пустота, которую чем только человек думает ее, заткнуть эту дыру в себе и не получается. Не получается. Американская певица Шер, она уже закончила свою музыкальную карьеру в период, когда ее популярность была на пике. Ее можно было сравнить с Софией Ротарой в бывшем Советском Союзе. И вот эта женщина, 58 лет, которая выглядит на 35 и не старше, заканчивая свою музыкальную карьеру, пустилась в огромный тур. Множество стран она посетила. И каждый концерт в каждой стране она начинала песней. Я так и не нашла того, чего искала. Ей 58. Блестящая карьера. Она достигла в своей жизни то, о чем большинство молодых людей мечтают. Это чтобы было много денег, ничего не надо было делать и только их тратить. Она достигла этого. И вдруг эта женщина, которая чего-то искала, наверное, счастья, смысла жизни, прожив 58 лет, признается своим слушателям, которые смотрят на нее с восхищением и говорит, «Я так и не нашла то, чего искала». Ты не успокоишься, пока не найдешь Бога. Мир не вернется в твое сердце. Жизнь не наполнится смыслом, пока ты не найдешь Бога. Но вопрос, где его искать и как. Вот почему Бог дал нам Библию. Он открывается нам через Слово Своё. Вы хотите знать что-то о Боге? Исследуйте Писание. Обратитесь к Нему, умоляю вас. Вот почему есть церковь. Я не говорю о какой-то деноминации конкретно. Есть церковь. Посещайте ее, ища Бога. Знаете, на каком расстоянии находится Бог? Здесь написано, недалеко от нас, недалеко. Он на расстоянии молитвы. Молитвы. Я не говорю о той молитве, которой молятся все студенты перед экзаменами. Я не говорю о той молитве, которой молится парень или девушка, у которой возникли проблемы с милицией или с родителями. Нет, это не та молитва, которая позволит тебе найти Бога, ощутить Его, вернуть потерянный рай. В переводе слово Эдем означает удовольствие. Первые люди имели огромное удовольствие не потому, что они кушали фрукты, не покупая их на одесском привозе. Они имели удовольствие и счастье, потому что они имели глубокие отношения с своим Творцом. Но мы потеряли этот Эдем и ищем его. Бог на расстоянии молитвы от тебя, молитвы покаяния. Заканчивая свою проповедь, апостол Павел сказал следующее. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду, угадайте, что сделать? Покаяться. Бог говорит о покаянии. Это слово означает о том, что ты должен поменять свое отношение к своим грехам, к своей жизни, к своему способу и образу мышления. Возможно, вы хороший, интеллигентный человек. И я был таким благочестивым грешником. Я бросил курить в семь лет. Я выпивал интеллигентно, для настроения не больше. Тянул на красный диплом. У меня никогда не было проблем с милицией. Соседские матери ставили меня в пример своим сыновьям. И все равно, в возрасте 18 лет, когда я заглянул в это писание, я понял, я грешник. Свет этого писания проник в мою душу намного сильнее, намного ярче, чем свет от этих прожекторов. Вдруг Бог вывернул меня наизнанку и показал мне те стороны, которые никто из людей не знал, а знал я. Я грешен. И вы грешны. Библия об этом говорит. Все согрешили и лишены славы Божьей. Вот почему пришел Иисус. Он пришел не для того, чтобы в календаре стало на несколько праздников больше, не для того, чтобы погулять нам хорошо на Рождество и на Пасху. Не для этого Он оставил небеса, Бог, от лица которого горы танут, как воск от солнца, одев человеческое тело, позволил нам распять себя, оплевать себя, опустить полностью, как только можно. Не для этого Он пришел, потому что только цена Его крови, Его смерти была способна заплатить достойную цену, за вашей мой грех. Грех Он несет последствия под названием смерть, даже не физическое, а духовное, но Он принял эту смерть. Значит ли это, что я теперь могу жить как хочу? Значит ли это, что Бог уже недалеко, и этого достаточно? Нет. Бог ожидает, что ты поверишь это. Поверить это больше, чем просто признать факт существования Бога и того, что сделал Иисус. Это покориться Божьему Слову, это покаяться, это поменять свои отношения к способу жизни, в котором ты пребывал. И посвятить себя, и отдать себя Богу для того, чтобы Он помог тебе жить так, как здесь написано. Покаяться, это помолиться, это помолиться, это обратиться к Нему с простыми словами. «Господь, я грешен, я устал, я не могу изменить себя, прими Меня». В чем смысл жизни? Чтобы искать Бога. Мы здесь, чтобы приготовиться к встрече с Ним. Он недалеко от нас, Он не прячется, грех разъединил нас. Он сделал все, чтобы быть найденным, дав нам Библию, дав нам Иисуса, оставив церковь на земле и дав тебе право для молитвы. Был ли в твоей жизни момент, когда ты раскаялся? Был ли в твоей жизни момент, когда ты говорил, «Прости меня, Господь, я грешен, я грешен, гости, войди в жизнь мою, сделай Меня таким, каким хочешь видеть, во имя Иисус, прими Мою судьбу, Мою жизнь, Мою душу в свои руки возьми». Я каюсь, Боже, сделай Меня таким, каким ты хочешь меня видеть, во имя Иисус, Аминь. Парни и девчонки, жизнь с Богом, она не легка, но она прекрасна. Господь, нехай будет почута молитва тех, кто взывал до Тебе, а інші нехай почнуть шукати Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...